Я приветствую всех вас, дорогие и замечательные мои подписчики, любимые и верные друзья, а также мои неравнодушные гости моего канала, кто всегда следит за судьбой дела о гибели Юры Штанова и готов, так сказать, помочь мне в борьбе с, так сказать, с теми, кто причастен к гибели Юры и помогает, конечно же, мне в резонансе, потому что это очень важно. Очень много видео по поводу гибели Юры Штанова сегодня удаляется. Я неоднократно этому, так сказать, неоднократно лицезрял такие моменты. Также, когда я пишу некоторые комментарии или некоторые из моих подписчиков пишут мне какую-то очень, знаете, полезную информацию и в всяком случае эта информация даже такая откровенная, комментарии каким-то образом почему-то удаляются. Но обычно я в таких случаях фиксирую сразу, их фотографирую, скриню для того, чтобы вам как-то зачитать. И хотел бы также сказать о том, что прошлое видео, которое я выпустил, ориентируясь на новость, которую все мы знаем, то, что Юра облучался. И найдены действительно, можно сказать, прямые доказательства того, что происходило целенаправленное облучение Юры Штанова. То есть в аккурат его концерта были установлены вот эти прожектора, которые имеют негативное воздействие. Применяются они действительно в медицине, в промышленности, но в отсутствии человека. То есть когда, допустим, человек не должен находиться в радиусе действия данных ламп, но включали тогда, когда Юра выступал, значит, непосредственно на концерте и пел свои замечательные песни. И потом, когда, значит, концерт заканчивался, на следующий день эти прожектора каким-то образом снимались почему-то. И вот как раз-таки сказавший правду в лицо, в глаза этого Строилова, о котором я рассказывал, инженер был уволен руководством, и сейчас ему поступают угрозы, потому что он написал заявление в полицию по факту незаконного увольнения, а также вот этих нахождений, вот этих приборов. Я пока не могу с ним связаться, скорее всего, у него, может быть, какие-то неприятности, но как только с ним свяжусь, мы в режиме инкогнито будем вместе работать и обговаривать дальнейшую тактику ведения данного дела, потому что я очень переживаю за него, вообще переживаю за всех, кто так или иначе пытается бороться за справедливость, за правду в деле Юры Штунова. Но, знаете, некоторые просто вносят специально какую-то, ну, не знаю, защитники Кудряшова, какую-то смуту вносят постоянно гадя под моими видеороликами подобные комментарии. Вот одна из них, это Виолетта Блазуцка, или Блазука, я не знаю. Произошло то, что панически Юра боялся коронавируса. Он даже букета отказывался принимать непосредственно от людей. Вот Кудряшов и распорядился установить дезинфицирующие лампы в концертном зале. Это излучение имело цель бороться с вирусами. С началом пандемии в России было сообщение, что в транспорте будут монтировать эти лампы для дезинфекции воздуха. Ну, то есть вы понимаете, да, то, что этот комментарий в защиту Кудряшова. Ну, еще раз повторяю, если Кудряшов такой герой, если он такой благодетель, защитник Юры Штунова, пекущийся за его здоровье, переживающий за его безопасность, то почему же тогда Кудряшов, когда Юра уставал, и Юра, кстати, неоднократно говорил, что он несколько плохо себя чувствовал. Кудряшов в это время говорил Юре, что у нас график, что у нас концерты расписаны до 2023 года, и нам нужно это все исполнить, нам нужно работать, нельзя ничего откладывать, зрители заплатили деньги, и все в этом духе. И какая тут любовь со стороны Кудряшова? О каком сострадании, о каком сопереживании может идти речь? Если Кудряшов, по сути, загнал Юру, вот, по сути, в эту кабалу, загнал, по сути, в то состояние, что Юра просто вынужден был работать на износ, вот в таких вот условиях, понимаете? И вообще, вот, у меня вот вопрос, директор певцов, вообще любых певцов, это прежде всего, ну, как сказать, слуга самого певца, он не должен командовать. Если он директор, это означает лишь то, что он защищает, как бы, его интересы. То есть это, как бы, ну, личный, так скажем, помощник, да, или партнер, если можно так сказать, он не имеет права командовать певцом, что и как ему делать, как выступать, где выступать, сколько выступать, как-то перечить ему, потому что директор зависит от певца. А Кудряшов, вот, Кудряшова была обратная ситуация. То есть он, как вот, великий царь, а Юра, видишь ли, должен на него пахать, как раб. И действительно, Кудряшов похож на какого-то рабовладельца, который говорит, нет, надо отработать это все, нет, надо. И у меня такое ощущение, что Кудряшов действительно имел какие-то деньги с Юрой, да, то есть, возможно, ему больше доставалось, чем самому Юре Штанова. Об этом тоже была информация, и я этому не удивлюсь, потому что мне вот еще поступил комментарий от Ирины. Возможно, Юра хотел завершить карьеру, планировал отсудить права и жить благополучно тихой жизнью. Кудряшову это невыгодно, поэтому решили его убить, чтобы завладеть его деньгами и правами. Друзья мои, вот прям с языка сняли, вот опередили меня, потому что действительно, вот дальше пишут, причем ниже, давайте вот я вам так покажу. Видите, нет. Вот доказательства. Дальше. Юра хотел сменить Кудряшова. Ну, это естественно, потому что Юра устал, честно говоря, терпеть хамство по отношению к себе, какое-то издевательство, вот это вот, что его используют просто как ненужную вещь, как, знаете, эксплуатирует его труд. И по сути, действительно, он хотел сменить директора. И когда Юра выиграл суд, а это, вы знаете, скажу, огромнейшие деньги, тем более в условиях сегодняшнего кризиса, очень такого ужасного, это примерно 120 миллионов рублей. Где-то по неофициальной информации действительно стоит иск на авторские права. То есть, это огромные деньги, на эти деньги можно жить вот так вот 200 лет и еще семью содержать, и еще и детям наследство оставить. И если, допустим, хотя бы даже двадцатую часть на проценты себе оставить, допустим, банковские, то в месяц можно получать, честно говоря, нехилый такой навар на эти деньги. И действительно, многие Юре завидовали, в том числе, вот этот Кудряшов, который привык жить за счет... Ну и Разин тоже. Кудряшов, Разин, они привыкли жить за счет Юры. Они ничего не сделали, не внесли никакого вклада, не написали ни одной песни, а называют себя какими-то продюсерами, которые, по сути, не иначе, как шарлатаны. Понимаете? Вот. То есть, они просто решили завладеть его правами, потому что вы прекрасно понимаете, что если человек умирает или уходит из жизни недобровольно там, ну это все можно, понимаете, все скрыть, следы. А если люди богаты, при деньгах, это всегда все можно сделать. И Кудряшов вместе с Разином, возможно, как-то договорились об этом. И посмотрите, как возможно что-то, о чем мы не знаем, нам это, конечно, не говорят, по официальному каналу это никто не скажет, только вот на Ютубе как-то стараются, ну и то, это все блокируется, потому что это все невыгодно ну вот этим всем рептилоидам. и вот собственно вот эти мерзкие людишки, нелюди, они наживаются на честных, порядочных и светлых людях. И вы знаете, тут еще есть такой последний комментарий, который я также хотел обратить на него внимание. Давайте все-таки с вашего позволения я зачитаю. я не буду произносить фамилию Ольги, просто скажу, что она Ольга, она мне написала комментарий, ну не хочу я как-то, чтобы ей писали там угрозы, да, всякое такое. И вот она мне пишет облучение. А вы заметили, друзья, как Юра быстро старел за последние месяцы? А еще удивительно, что всего через полгода после операции по замене глазных хрусталиков Юрию он со сцены не раз произнес, что плохо видит вблизи. Крутил, вертел эти записки. Обычно в Германии качественно оперируют и лечат все. Даже в России замена хрусталика элементарно оперируется или в день через несколько часов уже могут отпустить домой. Хоть корейские хрусталики, хоть российские легко приживаются и побочных последствий, как правило, не имеют. Друзья мои, действительно, если посмотреть на Юру, он за последние несколько месяцев, можно обратить внимание, я уже, по-моему, об этом сказал как-то в своих видеороликах, что лицо его было ну, какое-то слегка одутловато и под глазами были мешки. То есть, это как раз-таки говорит о том, что Юра был уставший, то есть, Юра действительно работал на износ, правда, с оговоркой, то, что проблем с сердцем у него никаких врожденных не было, о чем нам пытаются сейчас какую-то ложную информацию вести. У Юры было здоровое сердце. Не пошел в армию только лишь из-за того, что у него была язва желудка, насколько я знаю. Вот. Но она не имеет никакого отношения к гибели Юры, потому что это было давно, и это все можно вылечить, это все можно как бы... Вот. Так вот, смотрите, старел за последние месяцы. И вот почему эта женщина мне пишет, Юре действительно делали операцию, правда, я, конечно, не видел эту информацию, но все-таки надо посмотреть мне, действительно, может быть, Юра действительно делал операцию не так давно, и, насколько я знаю, хрусталики, если, конечно, проблема со зрением не глубинная, не связанная со зрительными нервами, как вот у меня, например, потому что вот я плохо вижу, у меня, во-первых, деструкция стекловидного тела, то есть у меня вот эти плавающие мушки постоянно с 16-17 лет, то есть где-то лет 13 уже, 14. И помимо этого у меня высокая степень не миопия. Так вот, у меня-то ведь проблема-то совсем другом, у меня она связана с нарушением кровотока позвоночных артерий, то есть у меня пережаты сосуды из-за того, что у меня сильный сколиоз и там дистрофические изменения сосудов в результате чего, и я поэтому плохо вижу. То есть это не связано непосредственно с хрусталиками. Так что если проблема со зрением связана с хрусталиками, это все можно исправить, что, в принципе, сделал себе Юра. Юра сделал операцию благополучно, но при этом, несмотря на это, все равно слеп. Почему вопрос? И действительно, здесь напрашивается мысль, то, что действительно вот это воздействие лучевое было постоянным. И Юра подвергался этому лучевому облучению, ну, как бы, вот этими лучами опасными не единожды, как это говорила Галина Конышева. Как это в позавчерашней новости, ну, два дня назад, которая вышла уже в Раменском, то, что были обнаружены вот эти лампы. То есть, понимаете, да, то, что Юру облучали по заказу вот этого Кудряшова через своего брата, который является бизнесменом. Что действительно говорит о том, что вполне возможно, вот это облучение, воздействующее на глаза, оно могло повредить ему. Понимаете, не случайно, когда идет кварцевание, допустим, даже если человек находится вблизи данного, скажем так, данной процедуры, он должен закрыть глаза специальными, ну, даже не очками, а как это называется. Вот я помню, в детстве у меня был такой кварцеватель, но там было низкое излучение. Это действительно применяется при простудных заболеваниях, вирусных, но это должно быть ограничено по времени, не более 20-30 минут, и человеку лучше выйти оттуда. А если ну не выйти, хотя бы закрыть глаза. Так вот, понимаете, из-за чего могло испортиться зрение у Юры, из-за чего у него в целом нарушение здоровья, то, что Юра подвергался этому облучению уже на протяжении нескольких месяцев. Так что, дорогие друзья, это убийство неспонтанное, это длящееся преступление, которое длится во времени, и это мне нужно тоже в своем письме, ну, в нужные органы, так сказать, проработать. Так скажем, дядя приедет с командировки, мы с ним в этом плане будем вести работу. я буду обязательно перед вами отчитываться. Ну, вот такие вот, собственно, такая вот информация, такие вот комментарии, очень полезные, и должен вам сказать, что действительно все сходится. Убийство действительно, оно спланированное, потому что, ну, конечно, мы не можем, мы не имеем всех доказательств, что это было убийство непосредственно, что-что. Но, вот такие явные, все-таки, косвенные, многие скажут, что типа косвенные, ну, некоторые следователи любят говорить, что да, это не является доказательством, но как же, налицо. Но, тем не менее, дорогие друзья, нам надо больше доказательств, которые как-то подтверждают вину всех вот этих уродов, чтобы мы могли их посадить далеко и надолго, лучше на пожизненно. Друзья, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видеоролике, обязательно подписывайтесь, ждите новостей, поддержите мой видеоролик, потому что, ну, как бы, мне жалко очень певца, что погибают светлые, чистые люди, и я жду действительно каких-то сдвигов в этом деле, и сам буду способствовать, как гражданин Российской Федерации, как человек, который болеет за наше будущее. С вами я, Юриэля, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова